Крыши текут в домах сырости плесени. Ответственные лица за свои обязанности отвечать не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Посмотрим, на что на этот раз закрыли глаза коммунальщики. Невозможно дышать. Коварный запах с улицы проникает в квартиры. Жители Павловского тракта возмущены. Этими фекалиями дышать нельзя. Это же вредно для здоровья. Тут полно детей. И просто открываешь окно, и ты в канализационном баке целый день. Черные стены, как дети-сироты, снова получают квартиру с сюрпризом. С чего взяли, что это плесень? Потому что, говорю, ну, во-первых, она и пахнет. Если я говорю, к ней вот принюхаться и трогать, она, во-первых, мокрая, и она пахнет уже вот таким вот, что, как сыгрость. Мы сейчас с оператором очень жалеем, что камера не способна передать те запахи, что чувствуем мы. Но шутки шутками, а проблема остается нерешенной уже несколько лет. Больше тысячи жителей этого района вынуждены жить за закрытыми окнами. Более 50% жителей вот этого дома, 13-го, 9-го, уже поменяли свое место жительства от того, что невозможно здесь жить. Окно открыть нельзя, балкон открыть нельзя, дышать нечем. Неприятные запахи в этом районе господствуют уже несколько лет, говорят жители. Все началось в 2018-м, когда частная канализационная станция вышла из строя. Сточные воды начали выходить наружу. Дело в свои руки тогда взял водоканал. Он подключил дома к новой модульной станции. Правда, запах все же остался. Этими фекалиями дышать нельзя, это же вредно для здоровья. Тут полно детей. И просто открываешь окно, и ты в канализационном баке целый день. Жители уже не в первый раз заявляют о проблеме. Жаловались во все инстанции. Приезжали неоднократно сюда и заместитель мэра города, и глава администрации интервестиционного района. И приезжала еще, как называется? Роспотребнадзор был. Технадзор был. И здесь воздух замеряли, и здесь что только не промеряли. Все обещали, что чем-нибудь поможет. О причине зловонии мы поинтересовались в Барнаульском водоканале. Нам объяснили, что неприятный запах действительно может быть от насосной станции. Запахи идут с вот этой КНС. А что там не так? Там фильтры сломаны или что? Мы же говорим предположительно, что запахи идут с этой КНС. Мы, когда выезжаем, по сути, не ощущаем этих запахов. Возможно, какие-то кратковременные проскопки. Откуда они вообще берутся? КНС это не справляется с нагрузкой или как? К слову, установка, о которой говорит специалист, уже была использована. Правда, она какое-то время лишь маскировала запахи. На очереди новое оборудование, которое будет полностью обеззараживать воздух. А заработает оно уже в мае этого года, говорят сотрудники водоканала. Жители же возмущены, как ранее можно было потратить не один миллион рублей, да так и не решить проблемы. Квартиры с плесенью, видимо, теперь в моде. В нашей редакции уже третий ребенок-сирота обращается с одной и той же проблемой. В заветных квадратах, положенных по закону, сырость. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали историю семьи Андреевых из Новоалтайска. Глава семьи тогда показал, в каком виде досталась ему квартира, положенная как ребенку-сироте. Мы закладываем стену для того, чтобы не продувало, потому что у нас ребенок на полу играет. Но уже, разумеется, мы его сюда не садим. Вон, посмотрите, получается, он там, на углу, где окно. Там, то есть, то же самое. Плесень, то есть, так же проступает. История эта получила огласку даже федеральных СМИ. А вот на региональное жилищное управление, которое предоставило квартиру, алтайские следователи завели уголовное дело. Не обделил вниманием случай заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин во время очередного приезда на Алтай. А между тем, к нам в редакцию снова обратились новоалтайцы. Правда, семья уже другая, но проблема та же. Это появилось в октябре, в начале октября. То есть, я думала, что меня затопили, потому что я ходила к соседям. Думаю, ну, затопили, ну, как бы это. Потому что оно просто пошло, вот так же было мокро, только вот сверху. А сейчас там вот вздулось и все, то есть, не знаю, что на потолке вот это. Однако позже жительница поняла, что на стене самая настоящая плесень. Она уже стала разрастаться. В жилищном управлении, по словам девушки, сначала не брали трубки, а позже спросили. С чего взяли, что это плесень? Потому что, говорю, ну, во-первых, она и пахнет. Если я говорю, к ней вот принюхаться и трогать, она, во-первых, мокрая, и она пахнет уже вот таким вот, что, как сыгрость. В этом же доме, но уже на шестом этаже, жертвой темных стен стала другая семья. В ноябре месяце, 20 ноября, я приехала сюда, посмотрела на квартиру, в принципе, ремонт, все, ничего не предвещало никакой беды. 10 ноября этого года, то есть, у нас так вот с этой стороны стояли диваны, мы вызывали дезинфекцию тараканов, и, то есть, отодвинув все диваны, мы обнаружили вот плесень за шкафами, вся стена зимой была все во льду, то есть, как бы там и мокрые, то есть потеки. Сейчас нет, но она, в принципе, все мокрое тут, и, то есть, лед абсолютно на окнах тут, и вот у нас появилось вот тут, ну, тут прям видно, что это прям плесень наверху, и она спускается, вон там пятна появляются. Зимой, рассказывает девушка, в квартире без обогревателя и теплых вещей не обойтись. Недостатки нового жилья уже прочувствовал на себе 4-летний сын. Ребенок стал чаще болеть. Постоянный сопли, постоянный кашель, и пока мы еще, как бы, неизвестно, то ли кашель от того, что сейчас в квартире происходит, этой плесенью, то ли действительно ребенок просто не успевает выздороветь. Так как ребенок маленький, его не заставишь не одеться, тепло, ничего, он постоянно снимает эти носки, поэтому голову полу, постоянно желазит на полу, дует это всюду. Жилищное управление на жалобы жильцов не реагирует и временит с визитом, но, узнав о нашем приезде, пообещали молодой семье приехать на следующий день. Охота как-то оградить других людей, ну, придать это огласки, там есть те, у которых действительно нету никакой поддержки, то есть мы сироты, у нас нету никого, мы, то есть мы одни. И где спросить помощи, спросить какого-то совета, пойти там, заплатить лишнюю копейку, там, юристу или кому-то, чтобы проконсультироваться, тоже не всегда есть возможность. Поэтому охота, что если у кого-то еще есть такая ситуация в жизни, как у нас происходит, с такими же квартирами, когда дают действительно неблагоустроенные квартиры для нас, то есть как бы, чтобы люди не боялись, шли и обращались в любые СМИ, какие можно и какие нельзя. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую необходимо решить, оставляйте заявки на сайте телеканала Толк, звоните в редакцию или пишите комментарии в социальных сетях. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи. Продолжение следует...